Новогодние рождественские каникулы — популярное время, чтобы отправиться в путешествие. Один из самых излюбленных маршрутов — города Золотого Кольца. В этом году среди туристов много гостей из других стран. Полюбоваться на красоту Владимира Суздаля, Сергея Вупасада, приезжают не только из стран Европы, но и из-за океана. Репортаж Марии Саушкиной. Ион и Протеченский надвратный храм, Красные врата, буквально первые числа января нескончаемые. Поток туристов тянется в троице Сергиевой Лавры. Со всех концов обители доносится иностранная речь. Вот многочисленная группа туристов из Франции так прониклись атмосферой гостеприимства на чемпионате мира по футболу, что захотелось вернуться. На этот раз решили проехать по маршруту Золотого Кольца. В Успенском соборе паломники из Флоренции восхищаются соборами троице Сергиевой Лавры. Зима по итальянским меркам суровая, пришлось укутаться. А в мастерских Лавры учат расписывать традиционные матрёшки. Она из Ирландии. В Ирландии рыжие волосы. У нас Даниловский монастырь сегодня вечером, завтра Донской, Покровский. В одном из самых древних и популярных городов Золотого Кольца Суздале первая точка экскурсионного маршрута туристов Спаса Ефимьев монастырь под звуки благовест. Товеренница туристов направляется в Спасо-Преображенский собор, внутреннее убранство храма. Отреставрированные фрески 17 века впечатляют даже бывалых путешественников. Я тебя борю, все святей жую. Душа просто действительно... Как только утворил. Да, только утворил у нас душа. Действительно поёт. Катание на кибитках в Суздале. Излюбленная забава приезжих гостей. Эх, мороз, мороз, не морозь меня. Как в былые времена, ямщик сидит на облучке в тулупе в красном кушаке. Ребекка Диленхэм из американского Висконсина приехала насладиться русским зодчеством вместе с супругом и сыновьями. Такого они ещё не видели. Золотые врата 13 века. Уникальная техника огневого золочения по сухой штукатурке. Древнейший в мире сохранившийся экспонат. Тогда же в 13 веке появились и эти ультрамариновые фрески в Рождественском соборе Суздальского Кремля. Здесь потрясающая архитектура. Но вот о Владимире гостей встречают хаски и маламуты. Желающих катают на упряжках. Поле, сидеть! Получилось! На главной Пушкинской площади залили гигантский коток. Отсюда открываются виды на белоснежные соборы. Дмитриевский и Успенский. Тут уже подсчитано, что города Золотого кольца за год посещает 18 миллионов туристов. Сам маршрут оказался настолько востребованным и популярным, что его собираются расширять. А сам бренд Золотое кольцо в этом году будет бороться за вхождение в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. Мария Саушкина, Михаил Князев, Юрий Марченко, Дмитрий Новиков, Всеволод Сычев и Татьяна Степовая. Вести.